Всем привет! С вами снова я, Мастер Чу. Сегодня у нас разбор плащей, какие они бывают, откуда берутся и какие дают статы. Начнем с того, что плащи делятся на две категории. Персональные плащи и клановые плащи. Персональные плащи будут доступны вам приблизительно месяца через два после выхода патча 23 числа. Итак, Адвенчурис Клоук, самый первый плащ, он будет даваться вам в самом начале абсолютно бесплатно, когда вы докачаетесь до определенного, по-моему, 60-го или 75-го уровня. Просто так на халяву. У него будет три основных статы и он будет давать 20% бонус экспо при добыче трав и в поле при убийстве мобов. Чтобы его апнуть, необходимы будут нитки. Нитки выбиваются из рифта. Далее, мы можем изменять на плащах все подхарактеристики. Мы можем нажать Substance Change, то есть изменение субстатов. И мы видим, необходима будет одна такая заколочка, Magic Fabric. Но фишка здесь будет такая. Можно будет закреплять необходимые вам статы. То есть, к примеру, Evasion и Accuracy здесь можно будет закрепить, но для этого нужны будут шарики. То есть, иголка с ниткой. Они тоже будут дропаться с ивентов и с разных мест. Видим субстаты, которые можно, в принципе, словить на данном плаще. Max HP, Max MP, HP Regen, MP Regen Rate, Accuracy, Evasion и Fixed Damage Decreased. То есть, максимальное ХП, максимальное МП, реген вашего здоровья, МП Regen, Accuracy, то есть точность и Evasion уклонение. Ну и Fixed Damage понижение. Далее, перейдем к следующим плащам. Они более интересные и получить их посложнее. Для второго плаща необходимо достигнуть персонажем 75 уровня. И для него необходима одна Блуд Рейнджер. Короче, из Кровавого Рейнджера одна брошка. Что он будет вам давать? Будут активированы 3 субстата, также рандомных. Когда вы будете бить мобов со значением Evil of Blood, то есть зло в крови, да? Когда вы будете фармить на охоте кровь либо драконов, будет иметься 2% шанс получить бонусную Scrap of Blood. То есть, это бонусная такая будет сумочка с кровью. И в ней вы сможете насобирать таким образом до 2000 крови в день. Видим, что не стыкуется при поведении Evil of Blood монстра, которое больше чем на 7 левелов ниже, чем игрок. То есть, они так занерфили, скажем так, да? Данный плащ, чтобы люди не фармили зло в крови вот этих вот мобов на охоте. Они таким методом занерфили и нужно все-таки фармить будет мобов своего уровня. 2% я вам скажу, что это очень круто. И Scrap of Blood будут добываться очень-очень быстро. Данная Blood Rangers Cloak Bruch брошка падает, насколько я понимаю, с рифта. Перейдем к следующему. Garden Cloak очень крутой плащ. Прикольные крылышки такие. Также активируются 4 субстата. Мы видим, что если в предыдущих двух случаях было под 3 субстата, то в Garden Cloak их уже 4. Также нужна будет для активации 75 уровень и брошка. Что он будет давать? При экстракшн, то есть при добыче травок в подземелье, будет 12% шанс получить бонус Garden Gift. То есть Garden Gift это опять же коробочка, работая только в экстракшн данжене. Ну Garden Cloak прикольная вещь. Я думаю, что она будет заточена чисто под фарм цветочков. Посмотрим, как она будет работать в будущем. Точно так же субстат и все остальное на нем будет меняться. Cloak of Red и Cloak of Virtus.Blood. Два топовых плаща в данном разделе. Сразу же дается, насколько я понимаю, 10 левел. Нет, 10 левел сразу не дается. Ладно, давайте продолжим. У них уже по 5 статов. И... А, это он уже докачал данный персонаж до 10 левела. Окей, давайте сразу же. Дается 5 субстатов. На выбор можно будет поменять. P-атак, M-атак, Max-MP, HP-реген, Penetration, Resilience, Critical Resilience, Accuracy и Evasion. То есть физическая атака, магическая атака, максимальная МП, восстановление, ХП, проникновение. Это у нас просто Resilience. Силенс, Critical Resistance, защита от Крита, Accuracy и Точность и Evasion. Точно таким же методом меняются эти субстаты на данном плаще. И вот здесь уже интересные статы начинаются. Когда будете taking damage from a monster, то есть получать урон от монстров, будет 10,5% шанс на то, что вы используете барьер на 12 секунд. То есть он будет работать на филцах, на мировых боссах. Филц это поле, то есть просто в поле, когда вы что-то фармите. На мировых боссах, в элитном данже, в рифтах, в клан данже. По сути, везде, где есть мобы, он будет работать. Срабатывает данный эффект раз в 3 минуты. То есть вы получаете крутейший щит на 12 секунд, который будет защищать вас от входящего урона по мобам. Очень крутой вот этот плащ. Он будет рассчитан в основном на ПВЕ контент. И давайте переходим к последнему плащу, Cloak of Virtuous Blood. Вот это очень крутая вещь. Я думаю, многие из вас захотят заполучить ее. Точно так же 5 субстатов. У ней будет 5 субстатов, такие же, как на Cloak of Red. И давайте поглядим. Когда вы получаете урон, есть 5,7% шанс для барьера на 7 секунд. Барьер может блокировать 1 рарный спелл. То есть, когда в вас будет, грубо говоря, прокидывать тот же самый метеор. Этот щит, точнее, плащ позволит вам заблокировать как раз-таки этот спелл. Данный эффект срабатывает раз в 5 минут. И когда вы будете получать дамаг, будет иметься 10,1% шанс на барьер 7 секунд. Барьер может заблокировать 2 рар скила. Срабатывает 5 минут. Работает на аренах, фортресс, сейджах, кланхолах и экстракшн данжах. Ну, вот такой вот интересный плащик. Очень крутой. И цифры вот эти 5,7% и 10,1% они уже немного видоизменены, потому что плащ у данного персонажа немного прокачан. Точно так же левелапаются эти два плаща уже за другие валюты. То есть, если мы видим, что первые три плаща, они апаются за нитки. Видим, да? То эти два плаща левелапаются уже один за кристаллы, которые падают в рифте. И второй апается, давайте покажем, за такую воду. Падают стриши с рифта. То есть, по сути дела, для того, чтобы вам апнуть ваши плащи, нужно будет без перерыва ходить постоянно в рифты каждый день. И клановые плащи. Клановые плащи может улучшать только клан-лидер. И есть у каждого из них условия на получение. Резолюшн Клоук первый самый плащ. Он будет даваться всем. Скажу сразу, у него нет никаких специальных эффектов. У него есть единственная хорошая субстата, которая достаточно просто прокачать левелапая данными итемами. А данные итемы будут в большом количестве падать с клановых РБ. Давайте Диссонанс Клоук и Революшн Клоук. Диссонанс Клоук будет доступен только когда вы будете владеть фартом SR-грейда. А Революшн Клоук только когда вы будете владеть кастлом, то есть замком. Здесь будет 4 субстата на первом. И на втором будет 5 субстатов. Достаточно красивые плащи. Я думаю, они более статусные, нежели персональные. Но по статам я не скажу, что они какие-то сверхкрутые. Все на официальных тайских и корейских серверах качают Клоук оф Ред, либо Клоук оф Виртуус Блуд. Некоторые прокачивают Адвенчурс Клоук. Видимо, им не выпадывают как раз таки итемы, которые необходимы для крафта данных плащей. Я очень сильно надеюсь, что я по максимуму смог развить тему плащей. И вы на будущее, через пару месяцев, сможете зайти и пересмотреть данный гайд, когда эти плащи появятся в игре. Всем спасибо большое за внимание. Всем пока-пока.